здравствуйте дорогие друзья давненько я уже не снимал подобного формата видео потому что ну был занят строительством нескольких сампов был занят строительством большого аквариума и все видео как правило были от первого лица и нам ну как бы живую да с вами не приходилось общаться с вами вживую сегодня хочу исправить эту ситуацию и немножко потриндеть с вами пофлудить и рассказать показать что изменилось у меня дома на хозяйстве что произошло там появилось несколько новых рыбок некоторая подросла ну и собственно хотел вам показать чем помимо того что я показывал своих видео чем еще я занимался так что усаживайтесь поудобнее поехали сегодня этот ролик озвучу сразу без написания текстов сразу живую и вот первое что хочу вам показать это друзья мои аквариум с циклами хочу чтобы вы посмотрели как подросли мои красавчики и немного рассказать об этом аквариуме в данный момент здесь плавает значит здесь плавает цикла азул здесь плавает цикла монокулус и здесь плавает цикла циллярис и вместе с ними плавает аравана друзья здесь еще плавала парочка келбери но мне их пришлось отсадить потому что они начали отставать в росте и сюда я пересадил более крупных вот вы видите по размеру циклы азул они даже вот гоняют другую рыбу и дело в том что они аравана и вот азулы они начали на келбери охотиться келбери такие достаточно маленькие если вся эта рыба в размере где-то сантиметров 15 и больше то келбери сантиметров по 12 наверное и поэтому мне пришлось их отсадить другой аквариум вот друзья цикла келбери которую я отсадил хочу вам просто ее показать что если сравнить ее с теми мутантами которые плавают уже в другом аквариуме то она конечно слегка мелковата но и там где-то сзади прячь прячется еще одна в общем рыбка растет и развивается все хорошо все прекрасно но друзья вот я бы хотел в сегодняшнем видео сказать несколько слов о стабильности в аквариуме от так званом балансе дело в том что я вот в своих видео рассказывал да что я использую ультрафиолетовый стерилизатор только тогда когда на улице весна либо осень и идут обильные дожди и соответственно смывается вся дрянь в водопровод и получается ситуация какая я использую тогда ультрафиолетовый стерилизатор для того чтобы убить все бактерии которые поступают в воду из протоки но так как у нас уже на улице морозы я решил отключить ультрафиолетовый стерилизатор и у меня получилось так что нарушился биобаланс в аквариумах проявилось это следующим образом вот сейчас я покажу другой аквариум минутку вот друзья другой аквариум в этом аквариуме меня живут а корректисы хекеля рована и стайка метиница и так как здесь достаточно большое население рыбка уже достаточно крупная здесь начали обрастать стекла всякой вот такой дрянью то есть ну возможно вам будет видно сейчас я попробую снять хотя вряд ли вот вы видите рована проплыла и белые точечки такие на стеклах друзья это появилось где-то дня три-четыре после отключения ультрафиолетового стерилизатора и какую я из этого всего какой из этого всего я сделал для себя вывод дело в том что многие люди меня спрашивают мол андрей андрей а вот почему у меня помотняла вода либо там появились какие-то сопли в аквариуме это у меня фильтр не справляется или что потому что до этого было все хорошо и так далее так вот друзья хочу вам сказать вот такую вот вещь любой аквариум он любит стабильность неважно с растением этот аквариум или без он любит стабильность то есть если у вас работает один или два или три внешника то они должны постоянно работать даже если вы уберете один из фильтров или просто там какую-то мочалку или вот отключите ультрафиолетовый стерилизатор или там отключите протоку или сделаете подмену не вовремя или перекормите рыбку все это друзья отобразится на внешнем виде аквариума и на здоровье вашей рыбы как бы это ни звучало странно но это факт вот лично у меня вот это и произошло но дело в том что я уже как бы прошло недельки 3 наверное после отключения ультрафиолетового стерилизатора и уже более менее ситуация в аквариуме наладилась но вы должны понимать что если вы делаете вносите какие-то изменения в систему фильтрации подмен воды меняете корм либо подсадили еще какую-то рыбку то скорее всего вашем аквариуме неизбежно будут нарушены биологическая равновесия будет больше или меньше нагрузка на биофильтрацию и все это может на определенный период вылиться какими-то но я не знаю какими-то неудобствами для вас и либо визуальными либо там например с обслуживанием аквариума но друзья этого не стоит пугаться это нормальные явления и этим видео я вам хочу показать на личном опыте что не все так страшно просто нужно обождать время аквариум это такая вещь которая не любит она спешки она любит стабильность она любит выждать и так далее вот еще один аквариум покажу вам друзья суть этого диалога с вами в том что не стоит даже если у вас возникли какие-то проблемы не стоит резать делать резких движений с аквариумом то есть если вы даже убрали либо добавили фильтр то помутнение воды либо обрастание там стекла соплями либо появление водорослей тех же это нормальные явления и к этому вы должны быть готовы конечно же в аквариуме с растениями все эти водоросли борода там не чатка и так далее они ну как бы неприятны глазу да ну поверьте мне что практически без лекарств без любой химии с рыбкой можно управиться и с аквариум можно управиться для этого нужно просто вооружиться некими знаниями либо поискать какую-то информацию в интернете ну и набраться терпения так что друзья не отчаивайтесь если у вас вдруг возникли какие-то проблемы с аквариумом знаете лучший способ привести аквариум надлежащий вид это терпение и труд остальное все как бы это проходящие ну и да хочу еще сказать что если у вас аквариум с живыми растениями то вот такие вот манипуляции с добавлениями фильтрации с добавлением населения манипуляции со светом тоже конечно же негативно могут отразиться на вашем на вашем аквариуме на ваших рыбках и в частности отразиться тем что могут возникнуть вас водоросли в аквариуме так что здесь нужно понимать если вы добавили скажем воду другого состава в травник то причиной как раз возникновение может быть излишнее железо либо там излишняя жесткость воды да если вы добавили свет и вас поперла ничатка то соответственно вам нужно выждать к определенное время и посмотреть пропадет ничатка сама по себе или нет потому что но фактически основные проблемы с аквариумом это не при запуске аквариума ну а дальше уже как бы проблем быть там принципе не должно вот ну разве что если вы конечно сами полезете в этот аквариум руками что-то сами накосячите не удержался друзья чтобы не снять вам дядя федора вот живет у меня здесь в аквариуме одинокий дядя федора он у меня принципе есть три тетрадона но вот этот тетрадон как какой-то он перерост так он растет быстрее остальных и пришлось держать его отдельно чтобы он не обижал других малышей вот дядя федор шикарный рыб с очень интересные поведения но я думаю видео с тетрадоном вы видели и знаете насколько это интереснейшая рыба ну и хочу вам показать вот этот аквариум это карантинный аквариум 50 литровый здесь у меня на сегодняшний день сидит две девочки желтого анцитруса они сидят здесь на карантине вот одна девочка а вот вторая малышка красавицы обои ну вообще в последнее время я как-то начал питать особую любовь к такой рыбке и у меня есть мальчик размером где-то сантиметров 15 наверное и ему уже где-то около полутора лет ну и у меня есть разные анцитрусы но именно желтого анцитруса девочки для него у меня нет и вот я выпросил у дяди валеры две самочки нигде там месяцев 68 надеюсь что он их примет и у них будет любовь но вот бы хотел бы посоветоваться с теми людьми у которых есть опыт содержания такой рыбки не будет ли мой мальчик в таком размере обижать девочек потому что у них размер где-то сантиметров по 78 они достаточно еще маленькие и вот переживая чтобы мой мальчик их не обижал сейчас я попробую его снять вам к сожалению вы знаете прячется он постоянно но парень такой он достаточно большой и чет я его не могу найти в аквариуме он постоянно прячется наверное не судьба мне его вам сегодня показать ну вот я бы хотел бы просто услышать мнение людей которые имеют опыт содержания такой рыбы не будет ли он обижать девочек стоит ли мне подождать их пересадка чтобы не еще немного подросли или можно сразу их пустить к нему после карантина ну то есть напишите об этом в комментариях мне бы очень интересно было бы услышать ваше мнение ну и наконец друзья главное то что я хотел вам сегодня показать в этом видео это вот таких вот два аквариума я надеюсь вам всем видно вот этот аквариум был склеен под полюдариум а этот аквариум был склеен под травничек сейчас я их залил водой они пока выстаивается для того чтобы водичка вытянула из силикона всякую там дрянь ну то есть проверить их на протечке на то все как она все будет стоять и вот здесь я хочу запускать красивый травник со скейпом а здесь я хочу сделать ну пока что будет примитивный полюдариум возможно даже без дизайна без никакого а потом когда растения немного разрастутся я хочу здесь сделать такую красоту в общем значит относительно этого аквариума будет полностью отдельный проект на канале этот аквариум этот травник начиная со скейпа из системы фильтрации и так далее это будет полностью онлайн проект точнее ну как системы фильтрации я здесь вообще не планирую останавливать никаких фильтров здесь будет просто циркуляция воды и сам грунт а в качестве грунта будет лава сам грунт будет выступать фильтром в этом аквариуме но то есть это будет отдельный проект на канале который мы вместе с вами будем запускать вот а до я вы будете мне что-то советовать я буду там прислушиваться возможно к вашим комментариям и мы вместе с вами будем запускать вот такой аквариум ну и наконец друзья многие меня спрашивают просят помощи в подборе того или иного оборудования для аквариума и дело в том что на этот счет нет однозначного мнения то есть мое мнение она как бы мне подходит но кому-то другому возможно она будет неприемлемо поэтому для того чтобы не там не советовать а вот берите именно то или берите именно то я решил начать снимать серию видео с обзорами оборудования для больших аквариумов ну то есть не только для больших но в основном это будет оборудование для больших аквариумов для крупной рыбы и в этом мне ну скажем так согласились помочь друзья из интернет-магазина aquaprofi.com.ua под этим видео и видео с обзорами на оборудование я буду выкладывать ссылочки вы сможете заходить смотреть цену этого оборудования что он особо представляет и так далее ну а я в свою очередь буду делать и развернутые обзоры для того чтобы вы уже сами могли принимать решение хорошее оборудование или нехорошее стоит его покупать или не стоит отмечу что интернет-магазин aquaprofi.com.ua является официальным дистрибьютором торговых марок акванова и хэм в украине и я думаю что у них если не самая лучшая цена то точно не дороже чем в остальных плюс я думаю что я с ребятами еще переговорю и мы придумаем какую-то систему плюшек именно для зрителей канала для того чтобы вам интереснее было приобретать вот эту продукцию ребят ну на сегодня наверное все я буду заканчивать чтобы не затягивать с видео слишком долго ждите запуска травника друзья мои ждите запуска полюдариума ждите обзора в оборудовании на моем канале и я обязательно еще сделаю одно видео о наполнителях для сам по и фильтров кстати как-то один доброжелатель в комментариях написал мол хватит там тырить контент с других каналов снимать одно и то же и бла 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 так вот хочу развеять миф и во первых я не смотрю другие каналы чисто принципиально для того чтобы не пересекаться по тематике с ними а во вторых любое мое видео на схожую тему на и других каналах несет в себе именно мою точку зрения на ту или иную тему и именно в видео с наполнителями друзья вы услышите от меня то чего вам никто никогда не говорил так что ждите обновление канала подписывайтесь ставьте лайки всем добра удачи и до новых встреч пока удачи 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 а